Всем доброго времени. Поступила вот такая посылочка с радиодеталями на переработку. Это первая посылка в 2021 году. Вес почти 3 килограмма. Дата поступления 19.01, но сегодня 16. Это связано с зимой, метели, скользкая дорога и тому подобное. Вот пишут с запасом. Ну и сейчас вскроем, посмотрим, какие радиодетали прислали мне на переработку. Вот, скрыл. Здесь видим разные микросхемы, пластики, керамика, вижу, имеется. Да, да, пирамика тоже есть. Потом взвесим. Здесь вот полубочонки. Тоже нужно проверить их на магнит. Дальше. Ну, дальше вот. КСП-5. Резисторы. Палладин. Здесь часики, по-моему. Да. Механизмы часов разные. Здесь циферблаты. Кто-то еще в коробочке. Вот, в этой баночке. Потом посмотрим. Вот такие вот. С разъемом вижу. Лигатура. Чего-то еще там. Такие контакты. Так. 315. Вот немножко. Ой. 315. Здесь вот КМ-конденсаторы. Тоже разные. Немножко их. Это уже сюда. Для переработки. Так. Дальше. Дальше. Вот такие вот конденсаторы. И с содержанием серебра. К-52. Вот. Возможно, здесь есть и палладий. Так. Так. Дальше. Дальше. Вот у нас. Ой. Чтобы не рассыпать. КТ-814. И подобные. Ножки обрезаны. Но их нужно еще вскрывать. Проверять. После того, как я взвешу. Я потом уже буду каждого вскрывать. Не знаю, какое здесь количество. Но. Так. Прилично. Нужно будет вскрыть. И пересмотреть. Возможно, пустые имеются. Так. Ну. Вот такой метал. С позолотой. Вот разные. И палевики вижу. Ихросхемы есть. Транзисторы. Что здесь? Каламерки. Вот такие. Не знаю. Импорт, наверное. Да. Импорт. Процессоры. Три штучки. Это. Не знаю, зачем. Это флажки. Это флажки. Это тоже. Здесь на многих серебра нету. По-моему, вообще здесь нету серебра. Вот на таких конденсаторах. Да. Возможно, на каком-то там. Ну, вот такая вот посылочка. И сейчас я, наверное, приступлю. В переработке вот такого материала. Возможно, сюда брошу и вот этот материал. Сейчас еще посмотрю. Да. Вот этот пластик отдельно. Вот эти часики. Не знаю. Возможно, тоже сюда брошу. Пускай травится. Вот это все сейчас я буду перерабатывать. Сейчас взвесим. Поставлю весы. Вот весы. И сейчас взвесим материал, который я буду сейчас перерабатывать. Но прежде нужно будет подготовить его. Вот снять эти пасмазки с микросхем. Ну, шляпки на транзисторах. Все лишнее нужно убрать. Так. Вот сколько их. Вот этого материала. 225. Сейчас вот это вскрою сюда. Сыпаю. Здесь в основном все магнитные. Я проверял. Что-то еще. Какие-то контактики там. Ну, здесь вроде бы серебро. Здесь серебро. Не буду сюда бросать. Да. Контакты с серебром. Ладно. Так. Вот циферблаты. Часики тут вот такие золотые. И здесь вот в этой баночке это шестеренки. Вот они. Шестеренки сюда. Стрелочки. Шестеренки. Вот такой материал. И вот такой вес. 397 грамм. Ну, почти 398 грамм. Но я сейчас буду готовить. Подготовлю. Вот это лишнее все уберу. Здесь циферблаты. Вроде бы. Должны быть немножко с позолотой. Пусть так и остаются. Вот. Протравим. А вот лишнее. Вот с этого транзистора. Зачем его травить? Да и этот пластик тоже. Ну, сейчас подготовлю. Потом еще раз взвесим. Материал подготовил. Ну, вот такие вот отходы. Мы сейчас взвесим. Это тоже взвесим. И вот такие вот транзисторы имеются. Это КТ-800 вторые. Вот с них шляпки снимать нежелательно. Потому что на этой шляпке вот имеется вот такая каемочка. Вот она. И она остается на этой шляпке. Так что не со всех транзисторов можно снимать вот это лишнее. Вот они такие внутри. Получается КТ-800 вторые. Вот они. Взводка. Красивая. И плюс каемочка. На самой шляпке. Так, ладно. Сейчас взвесим. Сейчас взвесим сначала. Когда же мне это засыпать. Сначала вот эти отходы. Взвесим. Прямо так сюда. 16 грамм. Вот такие вот отходы. Ну, здесь мы знаем, да. Я, правда, не запомнил, как транзистор называется. Там только подложечка маленькая. С позолоткой. Вот она в центре. Это все лишний металл. Так. Ну, сейчас понятно. 16 грамм. Отходов. Сейчас я возьму. Или так взвесим. Потом тару сниму. 423 грамма. Вот стакан. 423. Аккуратно сейчас засыплю. И минус тара. Вот. 423, да. И тара 40 грамм. Вот. Заливаю сначала вот водой. Вот этот материал. Вот так полностью залью. И сейчас сюда вливаю серную кислоту. Электролитом я не пользуюсь. Я уже знаю, что такое электролит. Сейчас такой электролит, что он растворяет золото. Кто не проверял, проверьте. Вот заливаю серную кислоту. О, пошел нагрев. Поставлю еще на плитку. Как только все нагреется, буду доливать азотные кислоты. Травление закончилось. Немало времени понадобилось на такое травление. Металла много было. Вот, что осталось. Пружинки. С часов. Вот такая позолотка. Три раза я менял кислоты. И вот за три раза. Вот такая жидкость. И фильтрую я вот через такую ткань. Которую мне прислали в подарок. Вот это стеклоткань. Вот так она фильтруется. Медленно, конечно. Но мне нравится. Остается вся пыль с позолотой. Раствор я этот буду проверять, конечно. На содержание серебра. Потому что в материале была разная лигатура. Ну и часики тоже. Возможно и там серебро имеется. Ну и на палладии тоже проверю. Если бы только транзисторы и микросхемы. Этот раствор можно было бы не проверять. Вот так фильтруется потихоньку. Отстоится. И затем я уже профильтрую через ткань. Ой, через бумагу. Через фильтровальную бумагу. Через белую ленту. Пофильтрую и буду проверять там серебро и палладии. Можно сказать, что я почти даром фильтровал раствор травления. Вот только немножко позолотку собрал на фильтр. А хлорида серебра нет. Чуть-чуть там. Это весь хлорид. Ну и собрал позолотку вот стекло ткани, что она собиралась там после фильтрации. И сейчас буду растворять. Можно прямо сейчас залить соляные кислоты. Чуть-чуть 100 миллилитров. Затем можно забрать фильтр этот. Здесь почти ничего нету. Бросаем сюда. Поставлю на плитку. Нагрею хорошо. Затем буду уже только азотку добавлять. Так и растворил я на этих 100 миллилитрах соляной кислоты. Ну плюс где-то 20 миллилитров азотной ушло. Вот все. Золото растворил. Сейчас фильтрую. Фильтрация так в себе идет. Вот такой раствор пока мутный. Я ему дам отстояться за ночь. А затем еще повторная фильтрация. Уже без вакуумника. Вот так отстоялся раствор. Перед тем как дать отстояться, я погасил азотку сульфаминовой кислотой. Возможно там чуть-чуть даже серебро было. Под конец травления оставалось. Вот она растворилась в царе и выпала хлоридом. Сейчас фильтрацию сделаем. Раствор профильтровал. Поставил на плитку. Сейчас доведу почти до кипения. И буду вливать туда гидрозин серно-кислый. Гидрозин серно-кислый. Насыщенный раствор. А затем попробую поставить на мешалку. Когда произойдет осаждение золота, поставлю на мешалку, чтобы скалуглировать осадок. Довести почти до кипения такой объем раствора долго. Он уже нагрелся где-то градусов 60-70. И сейчас я буду вливать гидрозин по чуть-чуть. Ну вот сразу восстановление вот такое происходит. Еще вливаю. Вот такая вот реакция идет. Немножко. Ну-ка еще. Да. Немножко реакции идет. Ну и сейчас я поставлю на мешалку. И кину туда якорь. Попробую, что произойдет. Вот мешалочка. И якорь брошу. Полтора сантиметра. Якорь. И запустим. Работает. Попробую так восстановить. Вода рядом. На всякий случай. Нужно добавить обороты. Это такие выше средние обороты. Это полные. Но я пока так помешаю. Пока выключусь. Если будут какие-то изменения, я включусь. Ну вот так вот бегает там золото. Пока пыль. На дно пыль выпадает. Пыль золота. Но не коагулируется. Помешаю. Еще помешаю. Затем на плитку поставлю. В общем подогрел еще. Добавил еще гидрозина. И вот уже сверху вот такая бесцветная пенка появляется. Но все равно осадок выпадает пылью. И помешаю так. Еще возможно подогрею. В общем ничего не получилось. Осадок выпадает пылью. Дождусь когда полностью выпадет. Солью жидкость. И соберу этот осадок уже в маленький стакан. Там промою. Почистю. Возможно так и высушу. Если больше. Если другим методом не получится скаугулировать. Придется так и сушить. И плавить. Золото полностью выпало. Где-то за 3 часа. Вот раствор прозрачный. Немутный. Вот оно золото. И сейчас нужно откачать вот эту жидкость аккуратно в другой стакан. И проверить. Не осталось ли в нем золото. А само золото осадок слить в небольшой стакан. И тоже буду варить его несколько раз. И отмывать от кислот. И возможно какие-то соли выпали. Тоже нужно отмыть. Вот такой раствор. Зелень вот такая. Значит здесь медь и железо. А золото выпало. Вот у меня здесь кристаллик есть. Флорного олова. И бросаю сюда. Вот он в уголке. Этот кристаллик. Вот он. И никакой реакции. Золото нет. Только железо и медь в этом растворе. Ну а золото вот поставил на плитку. Буду вываривать. Раза два три от кислот. Золото там чистое. От кислот отмою. И буду сушить. Как есть. Вот эту пыль буду сушить. Конечно придется время потратить. Потому что пока сядет. Слить жидкость. Затем снова варить. Так что понадобится время. Ничего у меня не получилось. Пришлось перерастворять пыль эту которая выпала. И вот сделал переосаждение гидроксиламином соляно-кислым. И здесь все получается нормально. Там осадочек уже есть на дне. Сейчас посмотрим. Вот так уже собирается. Вот на мешалочке все получается. Да. Осадок по краям собирается уже. Еще буду подкидать гидроксиламин. Я кристаллами его подсыпаю сюда. Золотая метель собирается в сугробы. Сугробы золота вот внизу. так что мешалочка помогает собирать эти золотые сугробы. Осадок готов. Высушен. И сейчас посмотрим на него и взвесим заодно. так аккуратно засыпаем. Тигель. Отличный. Отличный результат. вот 4,680. 4,670. Сейчас еще сплавлю и еще развесим. Еще развесим золото уже в слитке. чуть-чуть там бура осталось. Но здесь 4,980. Полуторные растворения. В стакане оставалась там пыль. Стряхнул. Вот такой вес. 4,780. Будем считать, потому что там чуть бура. 4,780. Отличный результат вот такого прекрасного материала. Ну на этом все. Всем добра и удачи. Всем пока. .